Наш Ас Самохин, герой, который так и не получил заслуженную награду во время Великой Отечественной войны Все советские танкисты, сражающиеся с превосходящими силами врага, совершили бессмертный подвиг К сожалению, не всем суждено было получить высокие награды Константин Михайлович Самохин, смелый, дерзкий, решительный боец Наш Ас, как называли его сослуживцы, звание Героя Советского Союза, безусловно, заслужил, однако так и не получил его Ни при жизни, ни после смерти Лейтенант на БТ свой славный боевой путь Константин Самохин начал в Советско-финскую войну В бою с противником танкист получил тяжелое ранение и был отмечен медалью за боевые заслуги Начало Великой Отечественной молодой лейтенант встретил на границе страны Он сражался с врагом на легком танке БТ в составе знаменитой 4-й танковой бригады Самохин воевал под командованием полковника С 1959 года маршала бронетанковых войск, Михаила Ефимовича Катукова Военная хитрость уже в октябре 1941 года Самохин отличился в бою у деревни Шейна На позиции, которые занимало его подразделение, ожидалось скорое наступление врага Лейтенант сообразил, что часть БТ-7 будет лучше копать, превратив в огневые точки План удался, немцы ввязались в перестрелку с зарытыми танками и настолько увлеклись, что не заметили, как русские танкисты обошли противника, ударив с другой стороны Итогом боя стало 11 уничтоженных машин врага Еще через несколько дней, три советских танка, в том числе и машина Константина Самохина, ворвались на окраину Мценска Метким огнем танкисты срезали возвышающуюся над местностью колокольню, где засел пулеметный расчет А следом подожгли пару немецких танков, заставив остальные спешно отступать Не жалея себя через месяц, в ноябре 1941 года, 4-я танковая бригада сражалась в Истринском районе Московской области При наступлении пехоты на деревню Козлова красноармейцев встретил массированный огонь врага Тридцать четверка Самохина прикрыла броней залегших бойцов Танк двинулся на окраину поселка и вступил с противником в бой Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры Сражение за деревню Козлова продолжалось почти сутки, а танк несколько раз возвращался пополнять боезапас В ходе боя машина Самохина уничтожила 4 немецких танка, самоходку, 3 пушки и 10 огневых точек врага Следующим испытанием для Константина Самохина стал танковый рейд в поселок Надовражина Танкисты атаковали село темной снежной ночью Гитлеровцы не ожидали нападения, тем более рота Самохина подошла с тыла Не успели немцы опомниться, как появившиеся на окраине русские танки уже хозяйничали в селе Буквально за час были уничтожены штаб, оборудованная в старой церкви казарма 6 самоходок, 5 пушек, десятки мотоциклов и автомашин Немцы сразу выслали пару танковых колонн из близлежащих деревень Намереваясь захватить роту Самохина в стальные клещи Однако зачинщики переполох и благополучно ускользнули, оставив противника ни с чем Командование оценило талант молодого офицера Зимой 1941 он получил старлея, а буквально через месяц был повышен до капитана, командира батальона Вскоре после назначения, 22 февраля 1942 года, комбат Константин Михайлович Самохин командовал одной из двух танковых групп, освобождавших поселок Ажаник и Смоленской области Еще на подходах к деревне танкисты попали под сильный огонь тяжелой артиллерии Машина Самохина получила несколько попаданий и загорелась Весь экипаж погиб, но деревня была освобождена Меньше чем за полгода Константин Самохин уничтожил более трех десятков танков и самоходок, десятки немецких орудий Став седьмым по результативности танковым асом Великой Отечественной Хотя он так и не был награжден звездой героя На окраине Ажаник и в память о его подвиге воздвигнут обелиск Понравилась статья? Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило Спасибо И не забывайте подписываться на наш канал